ПОЮЩИЕ ГОРОДА Узнайте больше из сегодняшнего дневника проекта «Поющие города». Вообще на кастинге Анастасия очень-очень хорошо себя проявила. В плане музыкального исполнения, в плане вокального, тембр у нее был просто потрясающий. И песню она исполняла Жанна Гузаровой. Я считаю, что даже лучше, чем сама Жанна Гузарова бы ее исполнила. Насте Гришиной всего 18 лет. Пришла на кастинг и победила. Обаяла кураторов. И все было так замечательно до первой репетиции. На кастинге это было совершенно другое. Сейчас мы приходим и видим совершенно другой продукт. Ты как не артист стоишь. Ты как будто тебя загнали и заставляют что-то делать. Непонятно что. И мы выбрали тебя для рока, получается. А рока я не слышу. Я слышу какую-то попсу. Ну, в плане звукоизвлечения. Подопечная группы Топли скрыла от кураторов свое положение. Звезды взяли в команду молодую девушку с расчетом гонять ее до седьмого пота. А на репетиции оказалось, что конкурсантка на шестом месяце беременности. Вот это удар! Совершенно не знали о том, что Настя в положении. Я считаю, что было бы правильно прийти на кастинг и сказать Здравствуйте, меня зовут Анастасия. На седьмом месяце беременности. Дело в том, что мы же не можем к ней относиться более лояльно и не говорить ей тех вещей, которые она не хочет услышать. Нам хочется, чтобы это в итоге был какой-то хороший результат. Но в то же время она обижается. Наверное, она хочет, чтобы к ней сходили более аккуратно. Ну давай, заведись, пожалуйста. И еще мы будем, я так понимаю, движение мы будем потом, да? Какое движение? А ты вот так вот? Пере-пере-пере-пере-пере-периферия! Вот так? Ну не пусть движения не будет. Ну минимум все равно будет. Ну вот это вот. Слушай, тебе не обязательно двигаться, двигать. Головой. Ты просто рядом можешь что-то делать. Можешь, ну немножко груди какие-то элементы делать. Акценты, пожалуйста, там. Переферия. Вот это вот что-нибудь. Вот так вот. Ну хоть что-нибудь. Ты же на сцене, ты артист. А между тем, для полуфинала Топлис выбрали одну из своих лучших песен. Отдать такой трек конкурсантке? Все равно, что подарить ей ключ от победы. Вот только как научить новичка пользоваться этим ключом? Потому что вот твоя стойка, ты глаза в пол. Ты даже коленка не двигается, понимаешь, что это не мешает. Ну хоть бы посмотрела на меня, я тут перед тобой распинаюсь, хоть что-то вот из тебя вытянуть, вот это. Ты должна прийти на сцену и работать для зрителя. То есть, понимаешь, ты не то, что ты там пришла, и вот я артист, любите меня такую, какая есть. Нет, ты должна энергию свою отдавать для того, чтобы, ну, тебя поверили и чтобы тебе понравилась. Топлис в шоке, Настя в слезах. Отличное настроение для работы над песней, но пути к отступлению уже нет. Не знаю, единственное, что могу сказать, что понятно, что на переправе камень не меняют, я не могу сказать, что все, до свидания, ребята, мне не нравится девушка, я умываю руки, я пошла, да. Нет, я думаю, что мы еще поработаем, я думаю, что мы доведем все-таки до конца свое дело и максимально сделаем то, что мы хотим видеть, и чтобы это понравилось зрителям. Топлис действительно доказали, что их слова не расходятся с делом, результат чего был виден уже на второй репетиции. Кто ли еще будет? Впереди полуфинал. Ждем, чем закончится эта история. Open Space собрали команду на кастинге в Борисове. Когда я вот увидел ансамбль «Белые зори», я сразу подумал, да, это, конечно, совсем не рок, но, с другой стороны, почему бы и нет? А чуть позже был номер с рэперами. Тоже так думаю, рэп как рэп, мы же рок, какой рэп? Потом думаю, а почему нет? Шоу, оно на то и шоу, что надо чем-то удивлять. И поэтому решил рискнуть и в рок-композицию, вмешать и рэп, и много такого эстрадно-фольклорного стиля. Песня «Белые зори» Песня «Белые зори» Да, это твой час. Песня достаточно серьезная, глубокая, и я пытаюсь, чтобы ребята прочувствовали ее до конца и смогли передать эту эмоцию. Вот это сложно. Стараемся найти что-то общее. Больше прислушаемся к Виталику. Да, находим золотую середину. Берем что-то от нас, берем что-то от него и получается шедевр. В репетиции выяснилось, что конкурсанты дописали к этой песне собственный текст. Ну, получается, на нашей стране это что-то новое, получается. Мы раньше с таким не сталкивались. Вот. И особенно на белорусском языке мы никогда не писали. Сначала как-то относились скептически к этой идее, что-то, тем более на белорусском, но на самом деле получилось ничего. Интересно. И даже если вы находитесь на заднем плане, это не значит, что вас не видно, там, плач, оделись, у нас не видно. Нет, вас очень хорошо видно, и вы должны всегда быть в роли. Когда вы выходите петь рэп, ребята, там, хоть сзади находятся, ну, у них там все свое вот это вот. Понимаешь, там, Шафутинский прям завидует, понимаешь? Вот. Ну, нет, я шучу, но на самом деле это... Ребята всегда в теме, то есть это хорошо. И вы тоже должны быть, несмотря на то, что у вас вольный стиль, тем не менее. Одного таланта мало, надо очень много трудиться, чтобы получилось действительно здорово. Да, я вижу, что в ребятах есть отличный потенциал, и, честно говоря, я очень рад, что все-таки есть такие проекты, как «Поющие города», где молодежь может проявить себя. Не обошлось и без сенсаций. Специально для проекта «Поющие города» Александр Сухарев переписал фрагмент своей песни «Нравится, не нравится». В исполнении Кати и Вани хит так преобразился, что на репетиции сам автор не смог удержаться от смеха. Холодцы! То, что я хотел увидеть от ребят, я увидел. Я надеялся на то, что на того же Ваню, что он раскроется. Он раскрылся моментально, что пришлось даже немножечко закрывать. Это очень хорошо, поскольку я считаю, что самое важное на сцене сейчас – обладать харизмой. Вот сейчас и вы, молодожены, сколько смысла в словах брак законный. Черт меня подерит, вуаля, сейчас пою даже нельзя. И я, нравится, не нравится, моя красавица. Боже, как нехороша, как это смешная душа. Невероятно! Эта песня уже 18 лет звучит из каждого утюга. Ребята из Добруша наконец-то рискнут раскрыть подлинный смысл этого хита. Поверьте, такого вы еще никогда не слышали. Для тех, у кого все в порядке с чувством юмора, эта песня – повод улыбнуться и задуматься. Но для людей с его отсутствием она может запросто стать гимном антисемейных ценностей и повлечь на голову автора-исполнителя ведра негативной критики. Вы поймите, когда песня была написана, я свое отбоялся, когда ее написал. Но поскольку я как лирик, я ее преподносил так, что никто даже, в общем-то, и не понимал смысла. Я говорю, господа, задумайтесь, о чем я пою. Да зачем? Нормальный такой аромис поет там где-то, а, красавицы. А Ваня сейчас просто донес то, что и было изначально в этом тексте. Хорошо, окей, не будем менять коней на переправе. Но этот момент оставляй обязательно, вот один, да, вот подчеркни его, он хорошо заходит. Ну, я же приду. Нет, пускай лучше будет один раз, а то будет уже много. Ну, вот так, это они меня учат. Никогда это прежде не делал, но вышло как бы удачно. Некоторые моменты помогал Александр, некоторые моменты я уже сделал сам. Можно сделать шикарный рэп из любой песни. Не рэп, это стихи. Ну, стихи как бы никто не слушает. Уже нет таких литературных кружков, где люди собираются, ты читаешь стихи, и ты начинаешь писать рэп. Но все равно это стихи, это человек пишет сам, то есть это идет у него изнутри. Это важно, это самовыражение. Это тоже искусство. Песню нравится, не нравится, знали что? Только припев. Нравится, не нравится, спи моя красавица. И никто не вникал в текст. Вот благодаря Ване, вот теперь вы поймете, что это за песня, и зачем же вы ее крутили так рьяно 15 лет назад, когда именно такие песни нужно было закрывать. Как ты хороша, и когда спишь, или не спишь, моя душа. Да, 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 да. Ну, хорошо, хорошо, молодцы. Вы любите шансон? Тогда смотрите внимательно. В этом полку прибыло. Белорусский шансонье Владимир Хозяенко привез из Гомеля двух молодых ребят. На кастинге обратил внимание на Олега Барсукова. Катя Охримчук подкупила куратора целеустремленностью и готовностью работать без остановки. Необыкновенная, ласковая, нежная. А я желанная для кого-то, долгожданная. А где тут кого-то, не видно чего-то. Данные хорошие молодежь, короче, хорошая есть. Говорят, что нам замены нет, мы нам некого бояться. Есть, есть и хорошие. Только надо работать и работать, конечно. Очень много лет и много проектов делал разных. Начиная там от Баскова, заканчивая Кристина Рыбака. Это там Авраам Руссо. Беларусь, святые купола. Беларусь, пшеничные поля. Беларусь, святые купола. Олега, я в тебе не сомневаюсь вообще. Понимаешь, когда человек слушает тебя со стороны в зале, да, сразу складывается мнение о тебе, моментальное. Второй раз человек не слушает. То есть ты должна выйти и сразу убить, понимаешь? Зритель в зале этого не понимает. Если ты вышел на сцену, ты должен быть на 100%. Знаете, один раз ошибся, все, жизни нет. Поехали, да-да-да. Стоп, не то. Уверенней. Ты атаку больше дай. Облака над полем, за рекой, за такт. Я же просил, да, если ты помнишь. Я рисую, я пишу мою мечту. Облака над полем, за рекой дорога. И затем нотки, нитья. Жириновский пел песни за неделю. Правда, у него слуха нет. Можно найти дефект, да, в вокале или в речи, или в чем-то. Увеличить его во много раз, и получится достоинство. То есть это будет свое лицо. Ребята хорошие, но молодые. Сыроватые еще. У них просто нет практики. И из-за того, скажем так, мне пришлось поменять более сложную песню на более легкую. Ребята получили песню, которую не обязательно петь. Ее можно просто проговаривать. То же самое. Не старайтесь, не надо стараться. Вы выпиваете и тянете ноты. Очень коротко надо петь. Просто рассказать ее. Пусть тебе, моя женщина, не тревожит печаль. Пусть тебя, моя женщина. Да, да, да. Либо ты смотри, поставь слова себе, чтобы мы не возвращались к этому вопросу. Я смотрю и пытаюсь что-то сделать. Потому я им песню дал полегче, которая известная, которая у них на слуху, которую они споют. Ну, нравится работать. Да. И нравится работать со мной. Конечно. Отлично. Я еще не знаю, будет ли это дуэт. Дело в том, что победить-то надо. Здесь выбора нет. Выберут люди. Это не мне решать, к сожалению. Вы уже выбрали, за кого будете болеть в полуфинале? Или вам нужно время, чтобы подумать? В вечернем эфире второй полуфинал проекта «Поющие города» на сцене появятся только лучшие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова